Поздравляю всех ребят, весь клуб с победой. Хорошо провели первый тайм, первые 30 минут забили два гола, были еще возможности. Второй тайм раскачивались, не так хорошо начали, и отдали инициативу Анжи. Но, тем не менее, довели матч до победы, и очень рад, что третий гол состоялся, и забил его Джаазини. Так что двигаемся дальше. Олег Георгиевич, Ваши полузащитники, наверное, не отпустили ни одной возможности для передачи пяткой сегодня, но при этом периодически упускали возможности для последующих передач, отдавая мяч в защите, и подставляли у защитников под вечер. Вам не кажется ли никакой разбалансировки в этих странах? Ну, может быть, чересчур. Я думаю, это было во втором тайме. Я и говорил о том, что второй тайм мы провели хуже, и Анжи очень хорошо играли, и перехватили инициативу. И, конечно, мы это видим, что нам нельзя давать таким образом играть нашим футболистам. Что делать? Пока на данный момент, что есть, то есть. Ну, то есть, то, что игроки отдают именно назад, и не смотрят, что есть. Ну, мы не говорим о том, чтобы... То есть, это не установка, это их просто... Ну, конечно, конечно. Вашим следующим соперникам футболисты, что скажете об этом предоставлении? Хорошая команда, мы с ними всегда играем достаточно ровно в последнее время. Так что... Будет, я думаю, интересный поединок. Олег Георгиевич, вы сказали, что во втором тайме Анжи играл хорошо. Хотелось бы узнать, что здесь повлияло на игру вашей команды. Может быть, ребята успокоились психологически, или так в комфортный счет, или все-таки Анжи прибавил? Что больше несказалось в этой ситуации? Может, по счету играли там как батл? Ну, есть такая психология, да. У футболистов 2-0 выигрывает, и, соответственно, чувство такой расслабленности присутствует. Я думаю, что это первое. Второе, это, конечно, игра Анжи. Они очень хорошо играли, и много достаточно моментов создавали. Начали проигрывать в середине поля. То, что не могли выйти и в атаку. Опять у нас были ошибки. Будем, будем исправлять. Так что я, еще раз говорю, доволен сегодня результатом, но игры, к сожалению, нет. Есть ли в клубе понимание, что с учетом положения дел в таблице, в пример лиге, именно Кубок России является главным шансом процентарных предмостов выйти в Лигу Европы на следующем? Ну, у нас еще шансы достаточно и большие попасть все-таки в зону Лиги Европы, и даже, почему нет, побороться и за Лигу чемпионов в чемпионате. Поэтому, конечно, мы ни в коем случае не сбрасываем чемпионат. А Кубок, Кубок, да, нам хотелось Кубок выиграть, потому что мы уже были в финале, и, конечно, хочется уже исправить эту ошибку, которая была у нас в финале. Ну, так в целом, игра, хорошая игра получилась, особенно второй тайм, я думаю, счет не по игре, мы больше заслуживали даже первый тайм, да. Второй тайм мы намного лучше играли соперника, и у нас было больше моментов, хотя и в начале игры, в первом тайме, было пару эпизодов, где мы могли и открыть счет. Так, в целом, поблагодарил ребят за игру, были очень хорошие отрезки. Да, есть, как и до этого, были проблемы в обороне. Но, я думаю, сейчас самое главное нам остановиться и готовиться к игре с Рубином. Какая сегодня была установка на игру? Насколько вы воспользовались уроками матча, которые до Махачкали недавние, из Казахстана? К этой игре мы готовились, как и к другой игре, к официальной игре, и в этом плане ребята понимают и знают, что нам сейчас важна любая победа, в кубке она, в чемпионате, и поэтому сами ребята это понимают, и видно было по ихнему настрою. Мы об этом много говорили, и видно было, что у них огромное желание выиграть игру. В частности, сегодня на кубок. А какие уроки мы с прошлой игры вынесли? Ну, сегодня могло получиться наоборот. Проигрывая 2-0, мы сегодня могли сравнять 2-2. Ну, не случилось, значит, наши победы еще впереди. Продолжение следует...